здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои прекрасные зрители да я иногда выношу компьютер в сад и здесь работаю здесь я отвечаю на ваши комментарии пишу вам свои вы слышите здесь поют кузнечики вообще здесь очень хорошо поют птица и здесь я могу выпить чашечку чая своего любимого и сегодня у нас фильм будет о чае скорее не о чае а о чайниках который у умеет не так мало не так много но и и немало и каждый со своей интересной историей и так я приглашаю вот и прошел медовый спас за ним прошел и яблочный спас и пришли наступает время осени приходится прощаться с летом и конечно как мы будем прощаться мы уже напекли пирогов заготовили всяких вкусных заготовочек у нас банках варенья ну вот теперь придется и доставать их сегодня у нас будет обзор чайников которые у меня здесь есть ну вот пора время пришло будем пить чай с вкусными пирогами и запивать чаем но первое с чего мы начнем это вот с этого замечательного чайничка а произвели его на кузяевском фарфоровом заводе все где-то восьмидесятых годах вы помните что в восьмидесятые года мы все любили горох у меня было пожалуй даже три платья в горошек это самый любимый был наш рисунок ну и вот конечно горошек сделали чайнички сейчас раменская там где раньше был завод сейчас его уже нет это московская область а для того чтобы чайник выглядел еще наряднее то здесь не поскупились производитель на позолот золото буквально везде она нанести нанесена и на носик и на крышечку и на ручку чайника и посмотрите какая у него замечательная пузатая форма говорят благодаря ей лучше раскрывается лист современные заварочные чайники как правило изготавливаться из стекла металла фаянса или фарпора по параметрам сохранения температуры и качества заварки лидер конечно фарфор и стекло но стекло с двойной колбой такие решения не только красивы но и надолго оставляют заварку горячей и так уж много лет он можно сказать но почти современный мы наверное всего лет 15 и вот сделан он видите под мой любимый стиль шебешик здесь винтажные розы как будто трещинки от старости проходят запачкана в общем все как положено тоже здесь золото есть но золото уже конечно меньше и вот написано уже видите по-английски я не знаю что это за завод часа вам пока такое клеймо и друзья знали что я увлекаюсь стилем шебешик и решили мне его подарить ну а на полочке у меня стоят три моих любимых чайника из песочного этот вот поменьше совсем маленький этот побольше они очень похожи но который побольше него более оранжевый цвет и более такой вот золотистый блестящий лист здесь он уже матовый и вот такой вот чайник тоже форму у них вот у этих двух одинаковая размер тоже одинаковый но вот рисунок кстати не только здесь золото разница но и вот видите здесь такие красивые завитушки здесь завитушек нету зато два таких вот лепестка золотых поместилось вот это песочная уж извините но я их снимать не буду пусть они остаются на полке и кстати поставила такие чайники и получаю огромное удовольствие на них смотреть но нравятся они мне ну во-первых и цветом яркости по золото но такое праздничное настроение когда видишь на них все таки я сниму этот чайник чтобы показать вам клеймо секундочку вот он такой старенький что клеймо уже плохо плохо видно однако же видно вот с одной стороны рыбка очень хорошо смотрится да это рыбки потому что песочная находилась рядом с рыбинским ну видно что старая старенькая на втором чайнике очень хорошо видно две рыбки с чашей хочу сказать о сервизе из которого этот чайник немножко побольше во первых посмотрите вам нравится я цвет яркого перчика в его оформлении правда что-то прям вот такое зажигательное но и название его очень интересное он из сервиза каламбур первомайского песочного завода художник горбунова л.м. 1979 год это знаменитая восточная серия первомайского которые они делали отправляли к нам же в стране на восток и так покрытие красное ручной ручная подглазурная роспись полихромными красками с позолотой а роспись это индийские огурцы пейсли чайник на 1,8 литра также как и другой и такие чайники вот с таким рисунком они встречаются их можно купить на авито но вот маленький чайник который я только что снимала вот этот чайник я не встречала нигде это большая редкость коллекционная просто огромная да вот у меня такая редкость песочного тоже уже нет а когда-то песочная входила вот в конгломерат кузнецова завода кузнецова но я делал об этом уже кому интересно посмотрите я делал об этом видео переход хожу к другим че да а скалейный чай тоже бывают очень вкусные полезны вот еще один чайник американский в этот чайник уже видели не раз я уже говорила что мы любим пить чай из него хотя у него маленькие чашечки ну вот видите к лягушечкам у нас там еще одна сидит лягушек сухарями пили чай с пирогами пили чай с ушками батрушками с пирогами плюшками чай с лимоном чай простой сладкий чай и чай пустой пили 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 напились на пиринах улеглись сладко спали до зари чай побулькивал внутри ну вот еще один красавчик это гжель ранее гжель это кобальт и посмотрите как он украшен красиво позолотой позолота почти не стерлась сияет ну этот чайник вы все помните я его со своей посудой покупала на рынке ретро и на блошином рынке ну вообще почти все чайники кроме двух наверно куплен на блошином рынке ретро ой просто на блошинных рынках извините но вот этот чайник на блошином рынке ретро и и у меня тогда не было чайника я отвезла его сюда который больше подходил к желе такой был белый синим но теперь вот я их поменяю оставлю этот здесь а тут и везу потому что но этот не уж больно нравится просто любимый чай форма такая необыкновенная я не знаю красота 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 вот написано гжель но уже вот плоховато видно но мне кажется видно вот а этот чайник про который я вам говорила и который я собираюсь забрать в москву это тоже чайник жили и весной мы с вами вместе будем пить чай во время пасхи и как раз у меня будет на столе этот замечательный чайник с голубыми розами ну все как любит к желе и все как люблю я такой вот прям посмотрите как он красавчик как расфронтился чайничек какие у него оде одежа богатые и вот клеточка здесь по бокам ну в общем красавчик красавчик и носик такой и ручка и сверху ах какой красавчик ну просто невозможно красавец ну а к нему мне подарили тоже гжель уже совсем современная это чайница сделана на виде самовара посмотрите какая прелесть а наверху как и положено самовару у него сапог одет и носик рантиком сейчас я покажу ему носик рантиком щечки ручки все как положено вот такая у меня штучка появилась а крышечку снимем и там чай ну так и продавалась чай мне так и подарили я честно говоря еще не пробовала ну обязательно попробуем вот такой вот самоварчик но это конечно не чайничек но как ведь самоварчик и раз уж мы заговорили о самоваре давайте я вам прочту часть стихотворения о куджавы я клянусь вам друг мой давний не случайны с древних лет эти чашки эти ставни полумрак и старый плед и счастливый час покоя и заварки колдовство и завидное такое мирные ночи торжество разговор текущий скупо и как будто даже скука но не скука естество ну а раз мы заговорили о самоварчике вот таком вы не заметили что сюда я не принесла свой самовар хотя у меня самовар есть ну мы показываем чайники а это самовар у нас фарфоровый его можно показать я вот хочу заодно все-таки вам прочесть из стихи блока потому что ну всех поэтов тянуло на самовар на раздумья мне кажется что сейчас даже поэтам намного тяжелее нет такой вот ну в общем чтобы самовар создавал такую атмосферу нету самовара глухая тоска без причины и дум не отвязный угар давай-ка наколем лучины раздуем себе самовар за верность старинному чину за то чтобы жить не спеша авось и распарит кручину хлебнувшую чая душа видео получилось очень длинным поэтому я решила его разбить на две части и в следующий раз вас ждет вторая часть обзора а я вам желаю всего самого замечательного мои дорогие чтобы вам везло в эти дни чтобы у вас была хорошая погода чтобы какие-то приятные вещи с вами случались и находили то что потеряли до встречи мои дорогие и и и и и и и и